Наконец-то можно отметить, что людей начинает волновать вопрос, куда уходят их деньги, когда ежемесячно жильцы домов оплачивают квитанции, предоставляемые управляющей компанией. Это собрание жильцов было посвящено отчету, предоставленному управляющей компанией, и который не устроил собственников жилья. Вот у вас, распишите, сколько денег у нас осталось за три года по каждому году в накопительной, сколько всего? Куда не потрачено. Как потрачены остальные? Уважаемые, можно? Пожарная сигнализация сегодняшний день не работает. Под пожарной сигнализацией, давайте создадим комиссию и проверим, работа способна. Работает, а не работает. Вы должны уплатить за содержание текущий ремонт. Вы должны выявить и устранить недостатки. Что мы и делаем. То есть признать эту организацию, что она работает добросовестно, нельзя. Они вас обманывают и будут обманывать. Это наше собрание не остановит нас. Мы пойдем дальше и просим вас считать наше собрание обращением в областную прокуратуру. Мы пока свои деньги на лицевой счет все не положим, мы от них не отставим. Мы дойдем вплоть до Москвы. Жильцы недоумевают, дом новый, текущего ремонта не требуют. Но вот беда, не работает пожарная сигнализация и постоянно ломаются лифты. Ну и часто у вас лифты ломаются? Можете, можно сказать, ломаться. Каждый день. Я живу на 12 этажей, мне приходится ездить. Вот те отчеты, которые предоставил Орел жилцентр. И которые ни в коей мере не устраивают собственников жилья. Согласно отчету, который не подписан и нигде нет печати жилконторы, колоссальные суммы идут на санитарное содержание, техобслуживание и аварийный ремонт дома, которому всего три года. Люди не только заинтересованы, но и грамотны, знают всю практическую бухгалтерию, задают очень грамотные вопросы. С точки зрения отчета управляющей компании, конечно, нет вот такого отчета, чтобы люди досконально поняли, сколько они платят и куда идут вот эти деньги, которые они оплачивают управляющей компанией. Вот здесь, я думаю, наверное, закончится тем, что будет создано ТСЖ. А, собственно, какие права имеют жители этого дома? Вот договор с Орел Жилцентр, в котором нигде не прописано, что управляющая компания обязана предоставлять какие-либо отчеты. Что же в таком случае делать жильцам? Жильцы на общем собрании принимают решение о том, что внести изменения в существующий договор управления, заключить дополнительное соглашение, допустим, где все прописать. И в том числе форму годового отчета. Какие шаги предпримут жители 263-го дома по Комсомольской, мы не знаем. А всем жителям советуем заключать грамотные договоры, внимательно их читать, сменить управляющую компанию, если она вас не устраивает, или самим управлять домом, в котором вы живете. Елена Сусоева и Артем Моисеев для программы Оперативный эфир.